Нашла коса на камень Приветствую всех поклонников авиации с FireFallfire. Новый Battle Pass вышел, обновление уже установлено, а значит у меня появилось много поводов сделать видео. В этот раз я бы хотел начать с чего-то легкого, ибо для меня эта неделя очень непростая. Я пережил, что уехав в Краснодар, пропущу релиз патч и оставлю канал весь контент, но благо патч вышел чуть позже и я как раз таки успел. Для первого видео нового патча я выбрал Баффайтер Марк 1, награда за пятый сезон боевого пропуска. Самолет получился премиум, но увы, второго ранга. Для совместных боев это новый штурмовик, но есть одно но, очки возрождения. Баффайтер стоит в среднем 830 очков, и это на боевом артинге 3.0. Пока вы накопите эту сумму, в воздухе уже будут летать вражеские истребители, а на земле вероятно будут зенитки. Но как же так получилось, чтобы Баффайтер стал самым дорогим самолетом на этом ранге? Все скрывается в нашем вооружении. Дело в том, что у нас установлены две разные 40-мм пушки. У них отличается боекомплект, скорострельность, баллистика и бронепробитие. И как вы уже наверное догадались, игра рассчитывает очки сразу по двум лентам. Конечно можно было взять одну бронебойную, а вторую, к примеру, фугасную, но весь смысл этого самолета именно уничтожать танки. Предположим, все же вы накопили эти 830 очков и вылетели на поле боя. Что нас ждет? В первую очередь передвинутый воздушный респаун. Теперь он находится за аэродромом. Зачем так сделали? Мне кажется из-за любителей позбивать самолеты прямо после первых секунд появления. Я не раз замечал, как вражеский истребитель набирает высоту над точкой появления, и затем просто бомбзумит появившихся. Теперь сделать это сложнее, потому что рядом с воздушной точкой будут бить аэродромные зенитки. Другая причина, это возможность снижения динамики боя. В танковых РБ нередко самолеты вылетали сразу после захвата точки, и внезапный какой-нибудь П-8 с пятитонкой мог знатно навредить команде, причем не только вражеской. И третий вариант, это просто исправление ситуации за РК на топ-тере, когда в воздухе появлялся самолет, и его тут же сбивали ракетой. Но так как в War Thunder все связано, такой воздушный респаун получила абсолютно вся авиация, и он привязан к аэродрому. В зависимости от БР-ов расстояние может значительно увеличиться. Но что-то я прям затянул, а теперь вернемся к Баффайтеру. Самолет ограничен боекомплектом двумя пушек. Другого вооружения у нас нет. Первая пушка от фирмы Rolls-Royce, да, я тоже удивился, но это действительно так. Для нее всего доступно 12 снарядов. Скорострельность у пушки позволяет за 4 секунды расстрелять весь боекомплект. Хорошо, что существует раздельная стрельба. Можно пострелять из одной пушки и перейти на другую. И как раз таки этой другой стала 40-мм пушка Vickers-S. Точно такие же вы можете наблюдать на Харикене Марк 4. Боекомплект у Vickers чуть побольше, ровно на 4 снаряда. Но баллистика и скорострельность часто подводят, поэтому приходится делать больше выстрелов. По урону пушки очень рандомны. Я расстреливал третьих пазиков и их едва смог их уничтожить, а в СБ первым же заходом взорвал первого тигра. И да, бронепробитие у 40-мм пушек позволяет забирать такие неплохо защищенные цели. Rolls-Royce пробивает, к примеру, 75-мм брони, а Vickers ему немного уступает. Ну, разница на уровне погрешности и не превышает 5-мм. Поэтому обе пушки способны пробить все танки в игре. Даже Мауса. Правда, только в крышу башни. Но не суть. По штурмовке, я думаю, уже все понятно. Заходить нужно в пологом пикировании или расстреливать танки в борт. А вот в плане истребителя, B-Fighter очень странный. PLTH это медленный самолет, который на удивление может неплохо довернуть. Однако, затем двухмоторник уже проигрывает дуэль. Еще одна особенность это тяжелый крем. Создается такое впечатление, что с двумя 40-мм пушками он едва поднялся в воздух. Но стоит нам задействовать рули высоты, так как это чувство сразу исчезает и появляется только когда мы идем в набор высоты. Климбит B-Fighter слабо. Оптимальная скорость климба составляет примерно 260 км в час. По виртуальной кабине это угол в 10 градусов. Ну, я вам не рекомендую задействовать B-Fighter в авиационных боях. Ему там будет некомфортно. Его стезя это штурмовка. Сейчас самолет просто стоит очень дорого. Он никак не окупает эту сумму. Единственный вариант быстро вылететь на B-Fighter это кататься на легком танке и прижимать по КД разведку. Тогда еще можно вылететь до прилета вражеских истребителей или других штурмовиков. В симуляторе боях сумочка возрождения доходит до 498 единиц. Это тоже очень много. Учитывая, что нам приходится воевать с четвертыми Фридрихами. Пару раз мне, кстати, удалось их практически перекрутить и выйти им в лобовую. Ну, в одном случае я зацепил вражеский самолет и тот разбился, а во втором я просто загорелся от короткой очереди. По Fighter можно сказать хрупкий штурмовик. А учитывая, что обзор из кабины плохой, то напороться на истребителя или на зенитку легче простого. По управлению самолет капризен в маневрах, особенно в вираже. Быстро теряется скорость и затем можно спокойно поймать срыв потока. В заключении, я могу сказать, что двойной налог на бронебойные ленты полностью убивает этот штурмовик. Если снизить их стоимость, то возможно это будет простая фановая машина. Потому что на том же Бэре 3.0 можно взять Корсар или Ил-2 и с курсового сделать гораздо больше фрагов, не говоря уже про подвесное вооружение. При этом не стоит переживать насчет зениток или истребителей. С точки зрения истории, данный Бэфайтер был построен в единственном экземпляре. Прототип должен был продемонстрировать работу двух разных 40-мм пушек. И по результатам испытаний сразу стало понятно, что такая безумная идея хороша лишь на бумаге. Поэтому выбрали только пушки от фирмы Виккерс, которая получила второе дыхание на самолетах Аликейн. Вот такая история. Подписываемся на канал, оставляйте ваши комментарии по поводу призов Батлбасса. Ну а я вам, как обычно, желаю легких фрагов и чистого неба над головой. Продолжение следует...